Буквально неделю назад известный журналист Джейсон Шрайер рассказал об игре в стиле God of War про Тралла, которую Blizzard отменили в 2020 году после разгоревшегося скандала вокруг персоны Алекса Афросиаби. Игра должна была показать нам, чем занимался Тралл между дополнениями Легион и Битва за Азерот, пока скрывался в запределье. Его история буквально бы повторяла историю Кратоса, ведь сын Дуротана тоже когда-то был всесильным шаманом и вождём, однако теперь, когда высшие силы покинули его, он вынужден проживать жизнь простого смертного орка. У Тралла было бы своё жилище в запределье, жена и дети, а сам он отправился бы в путешествие по Награнду и другим знаменитым локациям, чтобы исследовать останки мира его предков и заново обрести себя. Такая масштабная игра должна была громко прогреметь на весь мир и вывести франшизу Warcraft на новый уровень. Но, как я и сказал, проект отменили, похоронив все надежды на покорение новых высот. Вот только меня никак не отпускает чувство непонимания. Непонимание причин такой сильной боязни Blizzard экспериментировать, создавать что-то новое и развивать вселенную Warcraft в разных жанрах и направлениях, как это делают Warhammer, Звёздные войны, Marvel и остальные крупные франшизы. Но Blizzard крепко вцепились в World of Warcraft и панически боятся делать от него хоть какие-нибудь ответвления. Всё, на что они смогли решиться за долгие годы, это Hearthstone, кривое переиздание Warcraft 3 и маленькая мобильная игра Warcraft Rumble, а также Герои Шторма. Так есть ли шанс на то, что разработчики всё-таки попытаются создать абсолютно новую большую игру по вселенной Warcraft? Или же не стоит даже надеяться? Собственно, сегодня об этом и поговорим. И хочу заранее предупредить, весь ролик будет просто моими рассуждениями на тему возможной новой игры, на основе относительно недавнего интервью от бывшего директора франшизы Warcraft. Как вы любите говорить, буду лить воду прямо от души. Но если кому-то всё-таки интересно послушать мои мысли, располагайтесь поудобнее. Небольшая рекомендация и начинаем. А сейчас ненадолго прервёмся, я хочу поделиться с тобой разрывной новостью. Имба устроила масштабную акцию с бомбическими скидками до 60% на секретном разделе сайта. Досмотри до конца, чтобы узнать, как получить туда доступ. На данный момент на сайте Имбы проходит акция в честь возвращения олдовых вкусов со скидками до 41%. Но специально для вас я выбил, ребят, эксклюзивный доступ к секретному разделу со скидками до 60%. На секретном разделе скидки выше, чем на обычные акции. Но количество товара ограничено, поэтому не каждый успеет закупиться по самым горячим ценам. Имба – это крафтовый энергетик с премиум составом, удобным форматом и оригинальным аниме-дизайном, ставшим первым в РФ и СНГ. Имба не стоит на месте, постоянно поднимая уровень качества своих энергетиков. В составе используются только высококачественные ароматизаторы из Германии. Содержание натуральных компонентов и ароматизаторов в 5-8 раз выше по сравнению с баночными энергетиками. А вкус имбы больше напоминает натуральный свежевыжатый сок. Кстати, долгожданные вкусы имбы вернулись в обновленном и стильном формате. Ребята усовершенствовали формулу и теперь для каждой порции нужно положить всего 1-1,5 ложки. А в одной банке теперь 20 порций, а это целых 7 литров энергетика. Будет хватать на дольше. Ну а для самых запасливых остается формат на 40 порций, а это уже 14 литров. Лично я успел запастись вкусом манго-пинаколада. Это тропическое древо, которое удивит тебя неповторимым сочетанием сочного манго, нежного кокоса и кисленького ананаса. Лесные ягоды – это энергетик, который обладает многогранным неповторимым вкусом, который точно захочется попробовать снова. Но не стоит забывать и о других вкусах, ведь каждый из них прекрасен в своем сочетании. А теперь о том, как получить доступ к секретному разделу. Переходи по ссылке в описании, вводи свой имейл и нажимай кнопку «Подтвердить». Переходи по ссылке в письме и закупайся имбой по топовым скидкам. Не упусти возможность закупиться по самой большой скидке. Получай доступ к секретной акции только по ссылке в описании. Как я уже сказал во вступлении, Blizzard крепко вцепились в World of Warcraft и совсем перестали делать что-то новое. Понимаю, что каждое дополнение по-своему улучшает игру. Однако это все еще остается тот же самый World of Warcraft с теми же самыми активностями, тем же самым миром и теми же самыми сюжетными поворотами, которые начинают приедаться. Если лет пять назад комментариев, отбросивших игру было совсем немного, то теперь все больше людей пишут об усталости от такого жанра. Но при этом большинство продолжает следить за сюжетом через ролики. Согласен, какими бы новшествами ни пыталось удивить очередное дополнение, оно не вызывает желания немедленно вернуться и вновь погрузиться с головой в эту историю. Такая тенденция сопровождает не только Blizzard, но и остальные игровые компании, которые поддерживают конвейерное производство видеоигр. Однако множество этих самых компаний намертво приклеены к одной конкретной игре, которую невозможно развивать в каких-либо других направлениях, поскольку она не имеет под собой фундамента в виде полноценной вымышленной вселенной. В случае с нашим любимым Warcraft'ом все происходит ровно наоборот. Игра с миллионом дополнений как раз таки имеет крепкий фундамент, возможно даже более крепкий, чем у всех остальных вымышленных вселенных. Но вместо того, чтобы строить больше красивых домов по всему периметру этого фундамента, Blizzard наращивают этажи. И если раньше людям было интересно подняться на третий, четвертый или даже пятый этаж, то на девятый и десятый потяжелее, да и не так интересно. Ну, вы поняли аналогию. Тот же самый Warcraft 3 Reforged смог стать тем самым новым домом на фундаменте. Его анонс привлек к себе невероятно много внимания. Но Warcraft 3 Reforged – всего лишь переиздание уже существующей игры. Как выяснил Джейсон Шрайер, Blizzard имели планы по созданию Warcraft 4 и Году Вор про Тралла, но все эти проекты пришлось отменить после провала Reforged и разгоревшегося скандала. Простой вопрос – а кто виноват во всем этом? Неужели игроки? Или может некомпетентное начальство? В своем расследовании Шрайер пытается сказать, что отмена того же четвертого Warcraft'а, по мнению Blizzard, произошла потому, что люди не хотят играть в стратегии. Reforged провалился, а значит, надо поставить крест на всяческом развитии этого направления. Но разве Reforged провалился по вине игроков? Не вы ли, уважаемый Blizzard, рассказывали целый год о том, как этот проект станет полноценной перезагрузкой легендарной стратегии? Как вы создадите красивые кинематографические катсцены? Как вы добавите новые миссии и расширите границы каждой локации? Нет, вы не только не сделали этого, вы даже не смогли нормально оптимизировать игру на релизе, чтобы в нее хотя бы игралось приятно. Кроме того, ни на одном своем ресурсе компания не сообщила о том, что проект не станет тем самым ремейком, как было обещано, но зато они отправили какого-то челика рассказать об этом в интервью на стороне, причем так, между делом, не особо акцентируя внимание. Все это я говорю к тому, что Blizzard свои собственные ошибки перекладывает на игроков. Да мы бы с удовольствием поиграли в Warcraft 4 в God of War про тралла и в тот отмененный квест про тралла из 90-х, однако Blizzard решили отказаться от всего этого изобилия, потому что их гребанное руководство испортило рефоржд и потому что Алекс Афросиаби наворотил плохих дел в студии. Ну ладно, давайте отбросим эмоции в сторону и поговорим более предметно. Вот напишите в комментариях, хотели бы вы поиграть в тот же году в War про тралла? Хотели бы, чтобы по вселенной Warcraft появилась совершенно новая одиночная игра от третьего лица? Думаю, если однажды такая игра действительно появится, то вся вселенная получит второе дыхание, и те, кто когда-то бросили World of Warcraft, обязательно вернутся, хотя бы ради того, чтобы наконец-то прикоснуться к чему-то новому. Warcraft'у нужна такая игра, которая не требует выполнения одних и тех же активностей, как и не требует всякой там прокачки, прохождения подземелья и прочего. Возможно, вы скажете, как же тогда вписать связь с World of Warcraft, если основной сюжет происходит там? Да легко и просто. Пока главные герои участвуют в саге о мировой душе, остальное Эзерот продолжает жить своей жизнью. Но как именно протекает эта жизнь, нам рассказывают только в книгах, одна из которых – энциклопедия Эзерота «Календор». Главный герой в ней – Риксар, тот самый повелитель зверей с третьего Варкрафта. Этот великий, на мой взгляд, персонаж на сегодняшний день заставляет меня только грустить, потому что из центрального героя его превратили в того, кто иногда заглядывает на пару минуток и не имеет никакой значимости. Пик его участия в сюжете пришелся на дополнение «Битва за Азерот», где он вместе с нами выполнял задание Сильваны и оказался брошен ею в самый последний момент. Так вот, если Близзард грезили идеей создать собственный году вор во вселенной Варкрафт, то почему бы им не сделать его прямо сейчас, но не про Трала, а про Риксара? Вы только посмотрите на него! Такой же мощный, накачанный и здоровый, как Кратос! Любит и ценит природу, дружит с животными и смотрит на мир не так, как все остальные. Кроме того, у него и замечательная спутница – медведица Миша. Пока элиты Варкрафта борются со вселенским злом, Риксар мог бы отправиться в новое путешествие по некоторым локациям на материках Азерота, исследовать их уголки, находить всякие сокровища, сражаться с монстрами, помогать мирным жителям и решать мелкие проблемы. Мелкие в масштабах вселенной имеются в виду. Например, согласно новым книгам, нежить некраситета все еще иногда нападает на поселения людей Северного Лордерона. Так почему бы разработчикам не придумать нового коварного злодея, как конечную точку игры, а Риксару бы пришлось плавно подбираться к нему через толпы врагов в течение всей игры, попутно выполняя дополнительные задания, разгадывая всякие секреты. Кроме того, Риксар практически не бывал в Восточных Королевствах. Самое время исследовать новые горизонты и набираться впечатлений. Такого персонажа нужно использовать по назначению, а не светить им иногда во второстепенных заданиях. А что говорят о возможности создать новую игру сами Blizzard? Несколько месяцев назад бывший генеральный директор франшизы Warcraft Джон Хайт дал интервью, в котором сказал, что не против заключить соглашение с другой игровой компании по разработке новой игры по вселенной. Образно говоря, Blizzard могли бы привлечь стороннюю студию разработчиков или даже издателя, договориться с ними о распределении прибыли, дать права на использование франшизы Warcraft, приставить к ним пару человек, наблюдающих за тем, чтобы никакие каноны не были нарушены, и те бы спокойно и без участия Blizzard создали тот же самый Гадо Вор про Тралла, Риксара или любого другого героя. Джон Хайт выразил заинтересованность в таком сотрудничестве, но только если будет уверен, что сторонние разработчики схожи с ним во мнении по развитию франшизы. Забавно, но после этого интервью Джон Хайт покинул Blizzard. Тем не менее, за то время, пока он занимал пост руководителя, он всё-таки был готов сделать новый проект совместно с другой крупной студией. Вот только финальное слово всегда остаётся за издателем Microsoft, которые совсем недавно провели глобальные чистки внутри своих студий, в том числе и Blizzard. И это не похоже на то, что они готовы выделять дополнительное финансирование на новые игры. Напротив, сейчас они настроены получать как можно больше прибыли с World of Warcraft и Diablo 4. Но конкретно моя душа прям просит чего-то нового, чего-то совершенно уникального и в другом сеттинге. Как я уже сказал, Warcraft – это не просто одна игра, а большая вселенная, которая должна развиваться во всех направлениях. И если вам интересно моё мнение, то я выступаю за новую игру про того же Риксара или Тралла, потому что знаю, что анонс игры и её последующий релиз смогут привлечь много как новых, так и бывалых игроков. И это событие станет сильным толчком вперёд. Не хочется, чтобы наш любимый Warcraft так и остался навечно зажат в рамках бесконечных дополнений, которые рано или поздно окончательно надоедят аудитории. Приятно, конечно, знать, что Blizzard пару лет назад хотя бы строили планы по созданию других игр, но строят ли они такие планы сейчас – сомневаюсь. Но спрос есть, а значит, Blizzard должны дать предложение. Вы только посмотрите, сколько просмотров набирают фанатские работы по воссозданию локации World of Warcraft на движке Unreal Engine. Все хотят получить игру по любимой вселенной в новой обёртке. Поэтому я ролик так и назвал – новая игра Warcraft, которую хотят все. Но знаете, даже если однажды компания всё же решится на создание чего-то подобного, далеко не факт, что они не повторят судьбу Reforged. Поэтому, собственно, они не хотят ничего делать, кроме новых дополнений в World of Warcraft. Что же, интересно знать ваше мнение. Излагайте его в комментариях и не забывайте подписываться на канал. Что скажете-то? Нужна нам новая игра по Warcraft или пускай всё остаётся как есть? Вот вы напишите, а я с удовольствием почитаю. Ну и спасибо за просмотр. Увидимся совсем скоро. Пока-пока.